Итак, никому спасибо за донат, потому что никто за это не задонатил, так что кто хочет постфактум поддержать, спасибо вот не Дмитрий Песков. Я так и не понял, у Лёса и Найт Мэра Секс в Германии был, я просто не в курсе. Ну, спасибо большое не Дмитрий Песков, и некто еще с никтеймом Леонардо да Винчи тоже 25 рублей подкинул, ну такое. Так, то есть у нас пока бич-донаты немножко поддерживают реакт, но спасибо. Меня не перестают удивлять грани человеческой души. Вот где эта грань? Недавно буквально отгремел ролик с сыном Дубина, где я смотрел, как он, придя к одному блогеру, поливал меня помойкой, там часа два. Общая сложность ролика была часа два, поливал... Вот как это, блять, поливал меня помойкой? То есть смотрите, что такое помойка? Давайте ищем. Помойка. Место для выбрасывания отходов, мусора и тому подобное. Может быть, я не знаю другое значение этого слова? Нет, такого здесь нет. Есть ровно одно значение. Как можно, сука, поливать помойкой? Ёбаный ты дислексик. Меня сейчас поправляют, что, оказывается, дислексик пишется не через Z, как я написал, не через Z, а через S. Типа, дислексик. Дислексик. Хотя, ну, я произношу дизлексик, и мне кажется, так и... Но Сокол в любом случае именно дизлексик, потому что он, блять, лексис, или что там это, лексик, да? То есть он вот, у него происходит речь, и за эту речь он получает дизы, потому что, типа, он просто полную хуйню несет. Не как я, который получает дизы, потому что, блять, у бомжей и хуесосов с меня сгорают очки. А он получает дизы, потому что он просто хуйню такую лютую несет, что пиздец вообще. То есть Сокол именно дизлексик. В двух даже смыслах. Как? То есть доебался до Димона, когда Димон сказал, да ладно, или там что-то такое. Просто сговором. Хотя Димон, а, вообще, блять, сейчас, по сути дела, в другой стране уже хрен знает сколько живет. Лет 17, там, по-моему, я не помню точно. Б. Родился в стране в другой, не в той, где русский. То есть в отличие от Сокола, у которого русский это единственный, блять, родной язык, который находится в его окружении. Он, сука, блять, на своем родном языке не умеет разговаривать и что-то пиздит, сука, блять, на Димона за его говор. Который вообще почти все время говорит на русском, а при этом, хоть он и восточный, но все же в Украине вообще изначально. Родился и жил. Ну, типа, ну не мудак ли, блять, все, ладно, поливать меня помойкой. Как можно поливать помойкой, конч? Ну, то есть, четверть всего стрима. Буквально отгремело это и вот, сегодня встаю я такой замечательный, с хорошим настроением, включая компьютер, захожу на почту и вижу там сообщеница от Ютуба мне пришло. Оказывается, друзья мои, на ваш контент, на ваш контент поступила жалоба о нарушении авторских прав. И, казалось бы, это вполне привычная такая... Да это Димон отправил. Ну, что-то, где-то что-то обозревал, там где-то... Бечусь, донат, поддержку реакции на Сокола. Спасибо большое, Атомск, спасибо за поддержку. Вот, ребятки, потому что любой донат, все-таки, когда вот смотришь эту хуйню, бомбишь вот так, временно это тратишь, блять, конечно, хочется, чтобы это для меня как-то отбивалось. Эта песня какая-то заиграла, тебе прилетает нарушение, но не в это трат. Лайков, кто, кто бомжи, кто бесплатно смотрит, вы хоть лайков навалите как следует, документов понапишите там от четырех слов. Хоть поддержите, чтобы в рекомендации пускай вылезет, и тогда уже денежные мешки богачи придут и мне денег дадут. Это все гораздо глубже, я сейчас вам зачитаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Начнем с того, что прилетело это, конечно, от группы Ария. Хочу выразить благодарность людям, которые... Хочу выразить благодарность всем своим донатерам, которые поддержали реакцию. Поддерживают канал донатами на карту. Сегодня... А, не, нихуя, он мужикам говорит спасибо, Дмитрий. А если ему донатит девочка, то он как бы, он прикидывается натуралом, и поэтому говорит, да, Оленька, спасибо, какая-нибудь... Там Светланочка, Светочка, Светонька, да, Рыбонька моя, да, я ведь натурал, а натуралы именно так и делают, они говорят женщинам уменьшительно ласкательно. Авторских прав, но не за музыку, друзья мои, которую я вдруг поместил в свой контент, да, и там алгоритмы сработали, нет, это целенаправленная жалоба от группы Ария, от менеджмента, будем говорить группы Ария, чтобы сразу всю Арию-то не чернить уж прям, целенаправленная жалоба, поданная ручками в YouTube, поданная жалоба на меня, понимаете? Это не алгоритмы, то есть сейчас я вам все зачитаю. Итак, здравствуйте, пишет мне YouTube, добрый вечер, мы получили жалобу о нарушении авторских прав на одно или несколько ваших видео. Наши специалисты считают, что этот контент соответствует принципам сообщества, принципам добросовестного использования, точнее. И не нарушает авторское право, то есть YouTube мне пишет, что на меня подали жалобу, но тут же, говорит, мы все отсмотрели и там все в порядке, ты красавчик, сокол. Поэтому он, мой контент, останется на YouTube. Тем не менее, пишет YouTube, в доброте своей душевной, вы сами можете удалить его или ограничить к нему доступ, ну, чтобы, как говорится, под текстом не раздражать человечка, который на меня эту кляузу-то накатал своими потенькими пальчиками. Естественно, я не собираюсь удалять, потому что YouTube говорит, все нормально, зачем я буду что-то удалять, если там кто-то где-то на другом проводе расстроился от этого. Причем, самое интересное, что я удалял свой контент, когда кто-то расстраивался, тот же пример с Мишей Бугаевым. Я перегнул палочку, Миша расстроился, я такой, ой, нехорошо получилось, контент убрал, извинился, все, бывают, все, все люди ошибаются, я тоже ошибаюсь. Немножко перегнул с этими шуточками палочку, все, зацепил уважаемого мною человеку, Мишу Бугаеву, у меня с ним хорошее отношение, надеюсь, после этого они не испортились. Я видео удалил, извинился перед Мишей, Миша. Опа! Майси, ты смотрел мой донат? А, по-моему, нет, а, по-моему, проебался. А, прошу прощения, давай сейчас глянем. Так, прерываемся, пауза. Надо учить, подержи. Да, спасибо, Леонардо да Винчи, за донат. Ну, не знаю, да ему надо учиться разговаривать на русском языке, прежде чем докапываться до того, как другие люди разговаривают. Миша сказал, все в порядке, все нормально, ты прощен, грубо говоря, да? Не переживай, все нормально, потому что я извинялся несколько раз перед ним и сказал, что там, блин, ну бывает, бывает, у каждого человека бывает. Все, но на контент, который подали жалобу, я вообще не чувствую никаких угрозений в совести, потому что там я высказывал правду, так как я это вижу. Будь у вас, я не прав, я не знаю, но самое главное, что, друзья, я не кривил душой. Все это касается роликов про группу Арии, а именно ролики, которые вот сейчас вы увидите быстро скрины, 6 роликов заподозрены были в неладном группе Арии, а именно менеджментом группы Арии, а кто же это такой? А сейчас вы узнаете все. Возможно, правообладатель обратился к вам напрямую с просьбой удалить видео или предпринять иное действие, но обратиться-обратиться. Я ему скажу вежливо точно так же, как Ирановскому сказал. Извини, бро, тебе неприятно, но мы, блогеры, помимо того, что мы музыканты, это отдельно, да, блогеры-то отдельно, мы, блогеры, реагируем на происходящее в мире, на то, что нам интересно, на то, что нас как-то задевает. Извини, если тебе наши мысли не совпадают с тем, что бы хотелось. Каждому человеку хотелось, чтобы похоронить. Ну, спасибо, дорогой Игорь Радаев. Не совсем бич донат в поддержку контента и доказательства того, что я более-менее не бомж. Ну, спасибо, дорогой Игорь Радаев. Ну, вот видишь, как бы Атовск 25-рублевый донат подписал как бомж донат, хотя 25 это не бомж. То есть бомж, я все-таки считаю, это вот мы называем всегда именно 2 рубля, там, 1 рубль, такое вот, 5 рублей. То есть, ну, это, ну, прям, ну, вообще хуйня, это вообще не деньги. То есть, типа, ну, блядь, 10 донатов по 5 рублей, это 50 рублей, это просто ни о чем. Это, блядь, ну, как, о чем вообще, что это такое? Так что, конечно, бич донат это все-таки вот что-то такое маленькое. Но, с другой стороны, как бы, относительно чего? Вот тут теория относительности Эйнштейна как бы срабатывает. То есть, это как бы уже прикольно, но все-таки еще бимш. Но спасибо большое, Игорь Радаев. В любом случае, из таких вот 4-25-рублевых уже сейчас соточка сложится, уже... А что я смогу себе на соточку? Ну, уже Энергосик какой-нибудь куплю. Я Арию хвалю, когда-то критикую. Это нормальный, адекватный взгляд на мир. То есть, каждый человек, когда поступает, определенный... Ну, вообще, в целом, типа, когда-то критиковать, когда-то хвалить, это нормальный, адекватный взгляд на мир. Но какое отношение Сокол имеет к нормальному, адекватному взгляду на мир? Он должен понимать, как это отразится в интернете. Особенно, если это человек, медийно известная личность или группа. Данное сообщение не имеет юридической силы. Грубо говоря. YouTube. За дополнительной информацией о том, что можно сделать в сложившейся ситуации, обратите к юристу. Ниже представлена копия. Да наоборот, видишь? То есть, короче, блядь. Просто тупая идея у нас была с тобой, типа, сделать сюрприз. Оказывается, нихуя они не любят сюрпризы. То есть, одни возмущаются, э, а какого хуя Даша, блядь, мы думали, будет нормальная твоя единичная реакция. А другие возмущаются, э, а какого хуя нет Даши. Спасибо, МБПС, все понятно. Одни возмущаются, какого хуя Даша, мы вообще-то ждали твой одиночный стрим. А другие возмущаются, э, а какого хуя ты не сказал, что стрим с Дашей. Так что, просто нахуй эти сюрпризы. То есть, мы, если делаем, то мы сразу подписываем, типа, именно стрим с Дашей. Потому что, чтобы собрались те, ну, короче, чтобы, блядь, чтобы все было ок. Вот, потому что оказалось, что сюрприз, типа, никто не поржал даже. Вообще всем насрать было. Вообще всем. Удомление о нарушении авторских прав, фактически адрес и номер телефона пользователя, отправившись в залбу, скрытые. Ну, понятно. Мы передадим вам эти сведения только если вы решите предъявить им иск. Такое, в таком случае сообщите нам о своем намерении, с уважением, служба юридическая... Вот это прям суперкислое дерьмище. То есть, вот насколько... На помощь! Дашка Пиписька, спасибо огромное. В смысле, не понял? На помощь! Нихуя. Мы с Пашей Рамштайн поженились. Придж к нам на празднование. Будешь свидетелем. Ну, если вы в Череповце, то да, конечно, мы сейчас с Дашей вместе придем на площадь 32. Вот. И так далее. Вот. Тут... Это, давайте возле Череповецкого моря устроим гуляние. Спасибо большое за донат. Как говорится, совет вам да любовь. Вот, ребята, бутылка прям, она супер красиво как-то выглядит. Типа Warface, не знаю. То есть, она прям такая форма прикольная. Вот насколько она прикольно выглядит, настолько же это говно на вкус. Просто ссань, а не нергоск. Прямо я не знаю, как описать. Как будто... Вот как будто фанта, намешанная с каким-то таким... Вот в фанту добавили какую-то вот еще вот такую вот гадку... Какой-то пожухлый клубничный сок. И... Немного нас ссали. И вот что-то вот, что-то так сложно описать. Ну, то есть, гадко. Такой кислый, такой кислотно-химозный, противный такой вкус. Не кайф, не энергосно. Поддержки YouTube. Так, и вот у нас дальше YouTube... А, ты уже в черном списке? Ну да, в черном. Не потому, что тебя ненавидят, а потому, что ты черного цвета. Это обратился ко мне. Дальше YouTube предоставляет мне с хрены того, что писал им менеджер группы Аре. А именно, дальше мы понимаем, что это у нас прекрасная, замечательная Юлия Беликова. Юлия Беликова пишет. Вот дальше мне привели ее текст. Спасибо за реакцию на нашу жалобу. Говорит она YouTube. Юленька наша прекрасная. Мы действительно считаем, что наши права нарушены. Владелец канала, ссылочка на мой канал, постоянно использует наши материалы, не предприняв даже попыток на получение разрешения и, соответственно, не имея его. Юленька, ты же менеджер группы Аре, ты немножко хотя бы должна разбираться, что происходит. Если бы я должен был просить на что-то на разрешение, это, скорее всего, на исполнение ваших песен, как в свое время на ваших же роликах вы говорили про одного украинского исполнителя, который дает концерты с афишами, с симфоническими оркестрами выступают, и вам это неприятно. Согласен. Нехорошо. Здесь нужно спрашивать. Когда я беру ваш контент для того, чтобы вырезать из него какие-то ролики, какие-то кусочки и высказать на них свое мнение, это является добросовестным использованием на YouTube. На это не нужно просить никаких разрешений. Ну так вот, если что. Это не является полным перезаливом всего материала, который именно нужно страйковать. То есть у вас есть ролик от начала до конца. Вы полностью вырезаете, без всяких изменений вставляете к себе на канал. Это нужно страйковать, потому что это не добросовестное использование. Более того, пишет Юленька, используются созданные мною видео-серии «Через все времена». Ссылочки даны. Для сбора денежных средств, то есть коммерческих целей, бед соответствующего на то разрешении. Я не знаю, подговорила сын Дубвидина, или она сама. Такая женская прекрасная инициатива произошла в ее головушке. Но дело в том, что Юленька сидела и посмотрела, ой, а здесь правильно говорят что-то не в очень восхвалятельном ключе. Ой, а что же это у него просмотров-то так много, у этого мальчика седого-то, да? А давай-ка мы ему закрутим гаечки, а что же ему сделать? Напишу-ка я жалобу. Пытаются бороться, пытаются бороться. Бля, он сам, кстати, рафланул над седым мальчиком, так что забавно. Ютуб отвечает, жалоба, все прекрасно, контент образует... Нихуя себе, самоирония от Сокола. Не, удалять контент не будем, этот красавчик Седовласый, настоящий ведьмачок, он просто красавчик, ничего не будем удалять. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Юленька такая, он использует это, так что же придумать, что же придумать, он использует наш контент для обогащения в коммерческих целях, не спросив нас. Юленька, донаты, которые мне кидают на стримах, мне кидают, не важно что я делаю. Смотрю я чей-то контент, комментирую, или просто сижу, отвечаю на вопрос, это поклонники моего творчества, и они мне донатят для того, чтобы услышать мое мнение, не важно, что на этом стриме рассматривается. Я могу просто сидеть и смотреть в стену, и вот так вот будут идти донаты, и люди у меня будут какие-то вопросы спрашивать. Они донатят не... Жиза. Потому что я смотрю ваш материал, потому что это я, сижу, человек, добившийся маломальски какой-то небольшой популярности, и за счет этой популярности людям интересно мое мнение на какие-то... Ну, как бы популярность-то добитая, мы знаем за счет чего, и видим за счет чего, в основном. Но, с другой стороны, надо понимать, что, типа, по такой логике Николай Соболев популярен за счет Шурыгиной, то есть Сокол популярен не благодаря группе Ария, а благодаря критике группы Ария. То есть есть спрос на критику группы Ария, и вот это большое количество людей, они собираются... Ну, короче, это все равно не совсем арийская аудитория, это именно те вот, ну, как бы, кто заинтересован именно в этом контенте. Так что это не совсем... Ну, то есть это как можно сказать, что там, Bad Comedian хайпанул на тех фильмах, которые он обозрел. Нет, нихуя, он хайпанул, потому что он клево их обозрел. То есть он интересен именно... Он интересен. Интересны не фильмы, а он. И в случае с контентом Сокола, интересно не Ария, ну, не те фрагменты, которые он вставляет. Ну, то есть понятно, что название Арии там есть, но интересно, что он думает про это все. Вот. Что про это говорит какой-то такой вот, типа, сам какой-то главный арийский критик, хуй знает что, типа того. Ну, понятно, что у Арии потихонечку у всех там начинает уже. То есть он уже настолько действительно стал влиятельный, и при этом то, что он конч, это все, что я сказал, не отменяет того, что Сокол, конечно же, конч. Но, тем не менее, Ария, конечно, супер тупо и обоссана сейчас позорится тем, что вот так вот пытается как-то что-то ему поднасрать. То есть уже прям это доказывает, насколько он их заебал, насколько он добился своей, в общем-то, цели стать влиятельным, всех затроллить и так далее. Это вопросы. Стримы у меня существуют по совершенно разнообразным темам, естественно, они все удаляются с канала, но про Арии вот я решил оставить, потому что, ну, там как-то интересно, отклик больше, просмотров больше, и, собственно говоря, стримы, которые чуть-чуть менее, там, может быть, эмоционально интересные, я посчитал, что, ну, чисто вот так вот, чтобы они не веселенькие. Список сходств между мной и Соколом? Ну, кроме тщеславия, я не знаю, но дело в том, что у Сокола тщеславие не оправданное, а у меня оправданное, то есть я реально пиздатый, как бы. Это смотреть, и там иногда я скатываюсь прям в сильные эмоции, а это искренняя искренность, эту люди любят, и мне не стыдно за все, что я там говорил, за все, что мне стыдно, я удалил с канала, и этого было не так много. Нет, нет ни единого видоса, потому что я охуенен, и я, блядь, Сокол. Да, все, что мне было стыдно, я удалил. Ничего, ни разу, никогда. Сказали, что контент добросовестно используется, но она вот, посмотрите, она вот хочет как-то вот, как-то подкопаться, и сейчас начинает уповать на то, что я, как бы, деньги получаю с этого. Да, блядь, не зевай, сука, мразь. Назвать свой стрим, мои мысли по поводу Ариской той-то серии, и просто без просмотра я бы точно так же высказывал свои мысли на то, что увидел и запомнил в просмотре, без онлайна, без стрима, в просмотре вашей серии. А потом просто люди начнут рассказывать своими с вами, что, это бы что-то изменило, ничего бы это не изменило. Так, точно так же люди... Блядь, надо было Дашу, пока она здесь была, забайтить, спеть, плыть в серебре. Она тоже фанатка пения Сергея Сокола. Я, кстати, даже ни разу в жизни не послушал оригинал этой песни, в которой была строчка «Плыть в серебре». Тебе, Юленька, смотреть было бы лучше за тем, чтобы Дубинин вот такие вот казусы не допускал, чтобы он извинения нормальные записывал, как он про Житникова оскорбил, и потом вот эти галочки. Я, что здесь такого, говорит Дубинин, тебе нужно было сказать «нет, я понял свою вину, и это вырвалось, я был на срыве». Можно придумать что было угодно, чтобы это извинение было смотрибельным, а не вот это «ну раз вам нужно», я, конечно, не понимаю, что здесь такого, «ну раз вам нужно, я извиняюсь». Вот за этими вещами нужно вам следить, и тогда бы мнение аудитории, Юленька, аж в вашей группе было бы гораздо лучше, чем сейчас. Вместо этого сейчас Юленька... Да, надо понимать, что проблема не в Соколе, Сокол скорее как... Сокол, конечно, уебан, но он как бы такой, как уебанский голос значительного количества людей, озабоченных Арией. И его надо воспринимать как глаз народа, глаз хоть и не всего, но как вот флюгер такой, как что-то в этом роде. То есть он озвучивает не совсем даже свое мнение, а мнение... Ну, или может быть свое, но... Которое точно такое же у Кучи. Сука, не зевать, тварь, блядь. У тебя еще больше, то есть прогремел скандал вот этот на концерте Арии, сейчас сынок Дубинина засветился. Лайки, лайки, ставьте. Лайки, лайки, ставьте. И сейчас вот это еще дело все засветится, совсем какой-то непонятный сюрреализм. Человек-менеджер сидит, и на блогера, у которого 16 тысяч подписчиков, она кляузы, ручками стоит. Менеджер группы Ария. Да я мелкий зайчик должен быть для вас, для такой мощной группы Арии. Зачем вы внимание на меня вообще обращаетесь? Идите спокойно, занимайтесь своей музыкой. Юленька, хочу тебе сказать, ты же симпатичная женщина, красивая. Зачем ты опускаешься вот до такой... Да, ты же там, ну, как там у вас натуралов-то, вот, говорят. Типа, вот ты же там, вот, симпатичная, да, 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 да. Ну, я не знаю, как бы, ну, то есть знаю, я же натурал, как и всем, вот, да. А геи, геи, нет, геи это не я, геев я ненавижу, я сер, не гей-сокол. Я блогер, я музыкант, про меня очень много блогеров, снимают самых разных видео, и положительных, и отрицательных. Я бы, я бы покривил душой, и сказал бы, что мне вообще без разницы, что про меня снимают. Конечно, мне есть разница, и мне бы хотелось, чтобы про меня снимали только положительные вещи. Но так устроен мир, что кто-то тебя просто троллит, где-то ты оступился, может быть, и тебя по делу где-то пропесочили, всякое может быть. И... Ну, а еще, вот, в моем случае, почему или-или, я хочу и-и, то есть я и троллю, и песочу по делу. То есть, по-моему, всегда так и есть. То есть я же не просто сижу троллю, и-и-и-и, срак, и-и-и, блядь, сокол-гей, типа. То есть у меня и сокол-гей, и по фактам я его еще и разъебываю при этом лучше всех. Контент, который про меня есть на ютубе, я никогда не блокирую, не пишу кляус, не страйков, не китаю. Только за перезалив стопроцентный. И сейчас вот к этому... Нихуя, голимый пиздеж. Он кинул страйк чуваку, который взял клип Виконт и наложил музыку другую. Он наложил музыку говниды. То есть это, типа, переработка. Это, в принципе... Ну, типа, блядь. Короче, даже если это недобросовестное использование, то сокол все равно напиздел сейчас. Потому что я кидаю только стопроцентный перезалив. Ну, нихуя, это был пятидесятипроцентный перезалив. Ну, дойдем, друзья мои, к стопроцентному перезаливу. Ну, Юленька у нас не хочет так размышлять. Юленьке не важно справедливость и какая-то адекватность. Она видит негатив в сторону Арии, критику какую-то. Это просто нужно сразу удалить. Это очень сильно напоминает ситуацию с 23 января. Ну, не сразу, во-первых. Ты уже очень долго заебывал. Которое недавно было. Хочет человек мнение выразить, а Тимон гаечки закрутить? Не надо мнение выражать. Либо хорошее, либо ничего. Я ничего не понимаю. Группа Ария покойник, что ли? Почему нельзя какую-то точку зрения непозитивную высказывать о группе Арии? Почему менеджер группы Ария срывается вот на вот эти вот вещи? Писать кляузу. Ну, это некрасиво. Юленька. Ну, что происходит? Эти видео... Кажется, прям каждый раз говорит Юленька. Прям, блядь, вот... Созданы официальным каналом группы Ария. Как же грозно звучит, да? А мой контент, который обозревают другие блогеры, созданы мной. И что? Созданы для освещения истории группы Ария, создания имиджа и привлечения поклонников. В них вложены большие деньги, трудозатраты, а их несанкционированно используют для сбора денежных средств, при этом искажая факты, навязывая своими... Я тоже, кстати, так делаю. ...и не оскорбляя создателей оригинального контента. Как вам такое слово? Несанкционированное использование, несанкционированные митинги, несанкционированные использования. Юленька, вы случайно не за нашего прекрасного президента топить? Ну, просто так, я ни к чему... Блядь, ну как же... Че же он так обсираться-то, что умудряется? Вот все хлеще. Не призывай, просто вопрос. Несанкционированное использование для сбора денежных средств. Если бы твое утверждение было правильным и справедливым, то в реальности должно было быть так. Я беру вашу серию, перезаливаю... А дизов, кстати, довольно мало на этом видосе. Даже странно. Может быть, пока не дошли... ...себе на канал, включаю туда монетизацию, ничего не говорю, не добавляю, просто меня в кадре нет. Я просто ролик скопировал, вставил, нарезал туда рекламы в ютубе и все. И кто-то вводит в поисковке, и там два ролика. Ваш Арийский и мой. И называются одинаково, все называется. И человек просто не посмотрел, на каком канале ткнул мой. И я получил какую-то денежку от рекламы. Тогда да, согласен. Но вашего материала здесь гораздо меньше, чем моей говорильни. То есть это не перезалив контента. Люди мне донатят за мои мысли, которые я высказываю на их вопросы. Юленька, вы немножко хотя бы разберитесь, что, как работает ютуб. Это стыдоба какая-то. Вот это голимый... Ну не только как ютуб работает, а как авторское право работает. Утверждение голимая ложь настоящая, потому что... ...человек в такое общение, что вообще не понимаешь. Ты же, Юленька, ведешь канал в ютубе. Как так происходит? Ой, блядь, хуюленька, сука. ...что ты такие глупости пишешь, искажая при этом факты. Юленька, если я высказываю... Пиздюленька. ...свою точку зрения на определенный вопрос, это не искажение фактов. Это моя позиция. Короче, смотрите, каждый раз, когда Сокол говорит Юленька, у него на один сантиметр влезает хуй в жопу. Точно так же, как нашего президента. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Я вот не поддерживаю. И что? Я искажаю факты, типа Владимир Владимирович, у нас замечательный, прекрасный человек. Я так не считаю, например, да? Я как бы искажаю факты, в смысле искажаю факты, это две точки зрения. У каждой есть свои сторонники, о чем вообще мы говорим. Юля, я читаю и не верю просто своим глазам, что это происходит. Взрослые люди и такое ощущение, что мы живем в каком-то разном мире. Что вы еще во времена пейджеров где-то сидите, во времена вот этих вот сотовых телефонов без камер. А мы уже в каком-то другом времени. И вот эти два мира, когда сталкиваются, мы понять друг друга не можем. Что вы пишете, Юля? Так, 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 первый сантиметр в жопу полез. В каком-то другом времени. Ну, бля, а может быть посчитать, сколько всего раз он сказал вот эту Юленьку? И сколько у него, вот, ну давайте отсюда считать, мне не жалко. То есть здесь он меня уже заебал вот прям пиздец до смерти уже. И вот эти два мира, когда сталкиваются, мы понять друг друга не можем. Что вы пишете, Юленька? Опомнитесь, окститесь. Заткнитесь. Дальше Юленька Великого хочет себя обелить сразу же, как, ну чтобы плохого-то они ничего не думали, сразу такая приписочка идет. Прекрасно просто. На указанное мною видео можно было подать еще много жалоб за оскорбление, за преследование и травлю. Но мы посчитали правильным. Использовать механизм авторских прав. Какой же душевный человек у нас Юленька? Вот она могла бы прям нагнуть меня по полу. Три сантиметра. Прям эх, там, может быть даже и нанять каких-то людей, и может быть и мне на улице где-то... Все-таки фистинный маг, вот истинный фистинный маг. ...за грибок потаскать, да, ну чтобы сразу, ну чтобы я понял все сразу, чтобы больше не дергался, не рыбался. Но, ха, она не стала этого делать и всего лишь решила кляузу написать, но не по поводу травли и преследования. Какие прекрасные слова, травли и преследования. Какой-то гребаный блогер с 16 тысячами подписчиками на YouTube травит группу Ария. Ария, которая известна на всю страну, не только на всю страну. Но пока что он 3 сантиметра сейчас еще разработывает себе, и когда он захочет еще поглубже, он скажет. Ну, можно сказать, и нам, не знаю, нам, может быть, на полземли, во разных странах есть поклонники группы Арии. И я, вот такая вот маленькая букашечка по сравнению с группой Арии, и я, по мнению Юленьки, травлю и преследую. Это как вообще? А, понятно. Все, уже разрабатывается потихонечку. Гениально. Сама терминология, которую Юля употребляет, травля и преследование, вы прикалываетесь, что ли? Вы прикалываетесь, что ли? Ну, пускай Юля готов терпеть еще. Сама терминология, которую Юля употребляет, травля и преследование, вы прикалываетесь, что ли? Вы прикалываетесь, что ли, Юленька, откройте, пожалуйста, травля и преследование. Что значит эти термины? Зачем бросаться этими грязными словами в мой адрес? Я такое впечатление, что сына Дубинина 2, вторую часть начинаю разбирать. Что происходит? Какая травля? Какое преследование? Вы понимаете хоть, что эти термины, это значит Юлинька? 5. 6. Вам не стыдно такое писать? Ютуб отвечает. Ютуб отвечает Юле. Мы хотим предупредить... Здравствуйте, Ария Раша. Мы, ну потому что от этого канала, от официального канала на Ютубе, это подавало все Юля Беликова наша. Мы хотим предупредить вас, пишет Ютуб, что споры, связанные с нарушением авторских прав, не всегда решаются в пользу правообладателей. Дело в том, что в некоторых странах работы, защищенные авторским правом, можно использовать без разрешения. Например, в США использование защищенных... Ну да. Ладно, ВС, ВС, не бомж донат. А почему буква Й не читается, интересно? Спасибо большое, Атамск, за донат. Ну окей, не бомж донат. ...материалов в новостных и пройденных роликах, в роликах с комментариями и видеообзорах считается добросовестным использованием. Юленька, запомните, пожалуйста, себе эту информацию, запишите у себя здесь в голове... 7 сантиметров, хуя в жопе у сокола. И больше не позорьтесь, так. Я не перезаливаю ваш контент, я добросовестно его использую. Ой, все, все знают, отъебись, блядь, заебал. Я уже знаю, что добросовестно, а что недобросовестно. Я комментирую ваш контент, то есть идет там 10 секунд вашего контента и минута моих комментариев. Это добросовестное использование. Не поймите вы эту разницу уже наконец. Ну неприятно вам, да, неприятно, что вас критикуют. Каждый человек в жизни хотел, чтобы его только хвалили. Мы так устроены. Но что и делает честь человеку, что он переносит все тяготы и невзгоды, потому что все люди разные, мир разный. Кому-то нравится ваше высказывание, кому-то нет. Кому-то ваше лицо не нравится. Мне вот нравится ваше лицо. Красивая женщина. Зачем вы принижаете группу Ария? То есть еще больше закапываете все это лопаткой. После скандала вот этого все просто полетело в тартеровый. Такое впечатление, что прорвало какую-то плотину, и группа Ария не может остановиться. Спасибо, Никузик, спасибо. Надеюсь, там что-то крутое, как всегда опять. Ну-ка. Ой, давай прервемся, кстати. Блин, смотри, я могу на запись тогда чуть позже. Опа, а что случилось? Можно на запись тогда чуть позже, а можно... А-а-а, я знаю, что случилось. Камера села. А я ее забыл на зарядку поставить. Можно на запись тогда чуть позже, а можно прямо сейчас посмотреть, но тогда не получится записать. Прервемся от фистинного мага, но паузу поставим. Ну-ка, сейчас. То есть ты напиши в чате как хочешь, давай пока я продолжу его смотреть. А там болото просто, знаете. Ваш огонь потушит это болото, да. Но и скроет вашу колесницу вместе с вами навсегда. Остановитесь, остановитесь. Пусть ваша колесница еще посияет, погорит хоть сколько-то. Колесницы бомжей. Зачем вы едете в эту бездну? Жалко. Если вы по-прежнему считаете, пишет YouTube, что ваши авторские права нарушены, поясните свою позицию. Подробно опишите нарушения, о которых вы сообщили в своем первоначальном уведомлении. Вот вопросы, на которые нужно обратить внимание. И дальше вопросы идут, на которые Юленька у нас отвечала. Восьмой задиметр. Правообладателем или представителем уполномоченных действовать от имени обладателя эксклюзивных прав, которые предположительно были нарушены. Я заявляю, что использование материалов указанным способом не разрешено правообладателем, его уполномоченным представителем или применимым законодательством. Это уведомление является точным. Я осознаю, что ложное обвинение в ущемлении авторских прав с помощью этой процедуры может повлечь за собой юридические последствия. Я осознаю, что неправомочное использование этого инструмента приведет к закрытию моего аккаунта. Юленька, у вас на канале сколько человек? Гораздо больше, чем у меня, подписчиков. Вы хотите, чтобы ваш канал на YouTube удалил, что ли? А, девятый, да? Вы сейчас вот этой лопаткой пытаетесь что сделать-то? Вам YouTube уже сказал, добросовестно использует этот человек ваши материалы добросовестно используются. Они останутся на YouTube. Пожалуйста, успокойтесь, и давайте больше продолжим. Вы будете заниматься своими песнями и своими роликами. Я буду заниматься своими песнями и своими роликами, в которых обозреваю все, что мне хочется обозревать. Это добросовестно использование. Поэтому, очень мне, конечно, печально, что такое происходит, друзья мои, что уже трое человек показали себя в нелицеприятном свете. Дубинин на сцене с Житниковым. Это сын Дубинина, который помойкой меня поливал полчаса. Ой, блядь. Ну, про помойку я вначале говорил. Чего тайминга, наверное, где-то. И сейчас Юлия Беликова, менеджер группы Ария, которая душит свободу и пишет такие слова, как Душит свободу. Травля, преследование, несанкционированные. Вы не с единой России случайно. Просто вопрос. Да это ты душишь, блядь, сука. Нахуй. Я это говно, блядь, смотрю, ребят, чтобы вы понимали. Только, чтобы зрителей на стриме собрать. Да что, блядь. То есть, просто. Я уже, ну, раз я начал, я буду досматривать до конца. Потому что, как бы, я уж если что-то начинаю делать, я довожу дело до конца. Но, блядь. Вот душит сокол, блядь, сейчас. Это не оскорбление. Я просто спрашиваю. Случайно. Ну, просто так вот. Вдруг Житников, по-моему. Ладно, не будем говорить. Тоже, по-моему, был там. Ну, не знаю, сейчас ли он там или нет. Сокол, давай десятый, а? Десятый сантиметр. Но, тем не менее. В общем, друзья мои, все это печально. Все это, вы заметили? Вы заметили, что после ухода Кипелова и Бекута, вот эти все вот тряски начались именно в момент, когда ушли вот эти два вокалиста. И все, началась какая-то непр... То ли какие-то люди в окружении Арии сменились. То ли сын сказал, что, батя, а сейчас я в Ютубе вообще шарю, сейчас нормально будет. Сейчас будем пиариться, как только не в себя. И Юленька такая же тоже. Я не знаю, сколько она с группой Арии. Десятый! Я тоже понимаю, сейчас тоже все будет нормально. Всем ротики позатыкаем. Юбилейный! Будет красотка, и везде, повсюду нас будут хвалить. Ну, что происходит, друзья мои? Именно в этот момент, вот с Житниковым, вот все вот эти суды с Беркутом, вот эта вся чехарда непонятная, вот эти разоблачения Кипелова, Беркута, вот сейчас, которые мы видим, что нужно через все времена скандал на концерте. Вот это все происходит именно в этот момент. Вам не кажется, что как-то вы не туда свернули? Группа Ария. Пожалуйста, оставьте уважение, хоть какой-то, я поклонник группы Ария, давнишней, самый ярый, но с Беркутом и с Кипелым. Период с Житниковым мне не нравится не только по песням, но сейчас самое главное, это уже песни-то ваши, Ария, поймите, они отходят на второй план. Все, вот эти вот непонятные, вот шелуха вокруг группы, которую вы творите, она выходит на первое место. Может быть, стоит себя просто вести себя более достойно и упоминаний блогеров, а вас будет меньше гораздо происходить. Но вы даете поводы сами, ну как я мог не записать это видео, когда вы такую жуть пишите мне, от которых волосы дыбом встают. Как я мог это не записать? Юленька, пожалуйста. 11. Красивая, прекрасная вы женщина, без сарказма говорю, я посмотрел фотки, вот, фотографии. Тихо, тихо, тихо. Женщина, девушка, не знаю, сколько вам лет. Лучистая, лучезарная улыбка, радуйте дальше, работайте, занимайтесь группой, ну не лезьте, пожалуйста. Когда начинает топтать, как со съемкой порно. Да переносится пока. Я начинаю в демона превращаться просто. Меня это злит. Меня это злит, потому что несправедливость это главное, против чего я, ну, от чего... Чё, тёлки есть, кто в порно хочет сняться? Нет, трясти начинает. Нельзя так поступать, Юленька, пожалуйста. Переосмыслите 12. свое поведение и не давайте повода больше блогерам. Сейчас же это опять все разойдется по везде, по всему интернету. Юленька, 13. Храните Арию, пожалуйста. С вами был Сокол, истинный маг. Да пребудет с вами сила. Да пребудет с вами Юленька. Оооо, ёбаный стыд, просто нахуй. Пермский анальный карандаш. Блять, а еще если посчитать всех Юленик, сколько раз он сказал, только там вообще елдища, блять, огромная будет в очке. А Даша, как? А Даши, блять, нет столько лет, чтобы в порно, как минимум. Как минимум. Так что все.